МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Исключительным животным назвал собак легендарный ученый Павлов. Он же сказал, что именно собаки вывели человека в люте. Памятник им есть во многих городах, не исключение Краснодар. Влюбленные собачки уже давно стали местной достопримечательностью. Памятники собакам есть за верность, за храбрость. Собакам-пограничникам, собакам-подрывникам. Но больше всего памятников собакам-поводырям. Про одну из таких, лабрадора Фита, моя коллега Оксана Кочура. Если бы Фита умела говорить, то свое утро она могла бы описать примерно так. Я открываю глаза и сразу бегу здороваться. После завтрака мы собираемся на прогулку. Моя хозяйка Мария долго возится с уличными тапками, а я просто жду в коридоре. Потом мы бежим по ступенькам, открываем дверь и становится громче и светлее. Здесь и начинается моя работа. Помочь хозяйке попасть на ее работу. Мы торопимся, только на травку забегу. Эту дорогу, по которой мы ходим каждый день, Маша не видит, но я знаю все ямки. Знаю, куда надо повернуть, где остановиться, и моя спутница мне доверяет. Она просто держится за шлейку. Ну вот мы ходим на вахту, потом санатория на остановку, сюда из дома на поле. В ветеринарку мы ходим. Ветеринарка – это мой нелюбимый маршрут, а санаторий нравится. Там вкусно пахнет и столовой. Мне нравится то, что пока Маша работает, мы находимся в разных местах. Сначала долго идем по коридору, там темно и тихо. А потом мне выдают косточку и на несколько часов запирают в комнате. Я не понимаю, почему местное человеческое начальство не может оставить меня с Машей или хотя бы выбрать место получше, чем темный подвал. Фиту приходится оставлять здесь, объясняет Мария, потому что в санатории особый санитарный режим. У кого-то, например, может быть аллергия на собаку. А это рабочее место Марии. Каждый день в 8 утра ее уже ждут пациенты. Руки устают, да, в конце житня? Нет, ноги. Ноги. Здесь не дело в силе, здесь дело в правильности техники. Она почти ничего не видит. Зрение стала терять несколько лет назад, после тяжелых родов. Но сидеть сложа руки не захотела и стала одним из лучших массажистов санатории Геленджика. Те, кто хоть раз у нее побывал, только к ней и ходят. Пальцы у нее очень сильные, знаете. Она должна вот сесть и выемки, да, вот по костному, по мышцам строению, она должна вот сесть-то, так что сильные мне пальцы. В день она принимает до 20 пациентов. Отработав свою смену в 3 часа дня, Мария моет руки, переодевается и отправляется в подвал за фитой. Они любят гулять по набережной, особенно сейчас, когда в городе нет отдыхающих. А в сезон улыбчивого лабрадора все норовят погладить. Она очень детей любит. Это вообще порода выводилась, как няньки для детей. Поэтому она всем радуется, всех оближет. Это такая собака. А лапу дает? Да, и правую, и левую дает. Дашь мне лапу? Лапу дашь мне? Молодец, молодец. Но фита не расслабляется. Она же на службе. Ее задача провести Марию по одному из маршрутов, не отвлекаясь ни на что, даже на кошек. Она вот сколько бывало шлей, кошка сидит, она на нее не обращает внимания. А бывает, вот увидит, если может, и чуть-чуть темп прибавить. Я говорю, нет, фита, тихо. Ну и все, идем дальше. После короткой прогулки по набережной возвращаются в санаторий. Там выход в город. Ай, молодец, умничка. Молодец, вперед. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Молодец, вперед. Пешеход. Вперед, остановка. А это один из любимых маршрутов фиты. Дорога в поле. Здесь, наконец, можно ощутить полную свободу. Ай, молодец, умничка. Ай, молодца, иди ко мне. Тут можно не только в волю побегать, но и потренироваться. Ай, молодца. Примерно раз в три месяца человек и собака разучивают новый маршрут. То супермаркет открылся, то в банк нужно сходить, то в гости. Ну, мы сначала с дочкой идем с ней, с собакой. Я держу, за шлейку я не держу, потому что на шлейке она водит. Я ее за поводок держу, и мы ей показываем маршрут. И на некоторых остановках, там, если дерево или какой-то столбик, мы даем всякие вкусняшки. И уже, когда мы к концу маршрута приходим, вкусняшку побольше, чтобы она вот... И озвучиваем, допустим, магазин. И она уже знает. Если она неправильно поведет, то человек может упасть в любой момент. Потому что, допустим, люк, если открытый, люк должен с ее стороны остаться, а не со стороны незрячего человека. Если она обойдет с другой стороны, и получится люк со стороны человека, то человек может туда упасть. Полноценного зрения она, конечно, не заменит. Однако с ней жизнь становится намного проще. Отдают собаку незрячим бесплатно. Только вот ждут такого помощника годами. Чтобы ускорить процесс, Маша сама купила собаку и отвезла ее в школу. И когда я ее туда отвезла, я, конечно, уехала, заплакала. Она там такая довольная играла, счастливая. Ну вот встреча была, да, через 6 месяцев, когда я пришла, и Лена кинула к мне ее в гостиницу, там на территории привела. И она на меня смотрит, на Лену, на меня, на Лену. И Лена говорит, ну иди. Я на корточке села, она мне всю вылизала, залезла на меня вот так лапами, даже вот как обнила у нас фотографии. Даже где-то вот были на фотоаппарате. И они стали учиться понимать друг друга. Ну, собаку нужно всегда контролировать, чтобы она не расслаблялась. Потому что, если мы, допустим, пройдем ступеньку, я ее не остановлю, а ступлюсь. Она скажет, а, хозяйка не остановила меня, можно и дальше все пролетать. Мария с Фитой собираются домой. По пути нужно зайти в магазин за хлебом. Перед собакой, поводырем, все двери открыты. Есть хлебушек. Да, там хлеба, пожалуйста. Прямо перед дверью в подъезд Маша специально роняет ключи. Продемонстрировала, как собака отреагирует на неловкость хозяина. Пошли, опор. Опор, опор. Опор. Ай, манагица, умничка. После каждой прогулки, даже если на улице сухо, мыть ее лап. Не самая любимая процедура для Фиты, но она стоически терпит. Поворачивайся. Давай, лапу. Содержание собаки-поводыря частично оплачивает государство. Раз в год на питание и ветеринарные расходы выделяются около 18 тысяч рублей. Примерно половина, говорит Мария, от расходов на собаку. В шесть часов вечера после дополнительных занятий в школу вернулась дочь Марии, Настя. Пока собаки не было, она везде ходила с мамой. Теперь полностью доверяет Фите. Хотя и переживает, конечно. Фита иногда так, конечно, поиграть бы ей больше. А так она помогает, останавливается. Как-то, может быть, сигнализирует. У них свой контакт, свой язык. Мне его не понять. Когда собака-поводырь состарится и уже не сможет помогать хозяину, ее меняют на новую. Но Маша знает, сколько бы ни прошло лет, с Фитой она никогда не расстанется. Максона Качура, Юрий Дешин, Максим Мурзинов. Такая жизнь. Обсуждение этой и других историй читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Это была «Такая жизнь». Мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv собакамейлеру. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!